Брест по праву считают спортивной столицей Беларуси, ведь спорту здесь уделяется большое внимание. Уже с юных лет многих ребят привлекают к ведению здорового образа жизни, а потому традиционно в сентябре проводятся дни открытых дверей спортивных учреждений и центров дополнительного образования. На сегодняшний день мероприятие востребовано, мы видим много посетителей, мы видим много активностей, которые сделали наше учреждение для зрителей, скажем так. Сегодня на сцене парка проходит концертная программа. В концертной программе задействованы учреждения дополнительного образования, подчиненные отделу по образованию Брестского госполкома, отделу культуры Брестского госполкома и областные учреждения доп. образования. Все учреждения дополнительного образования собрались на одной площадке, предоставленной нашим городским парком, и представляют различные направления своей деятельности. Лучшие танцевальные и творческие коллективы выступают на площадке эстрады нашей большой. Конечно, погода немножко нам не совсем помогает, но тем не менее наши артисты, наши дети, наши ведущие стараются создать настроение и подсказать еще раз родителям, детям, которые сегодня пришли, какими интересными занятиями они могут заняться. И это действительно так. Выбор очень велик. В этот раз на различных локациях, расположенных на территории нашего живописного городского парка, расположили школы Олимпийского резерва, развивающиеся в различных направлениях – гонбол, футбол, гребля. Для того, чтобы развить свои навыки в спорте, ребята приходят заниматься в гонбольный клуб. Мы приглашаем девочек и мальчиков на группы занятий по гонболу. Девочек 12, 13, 14 года рождения, парней 11, 12, 13, 14 год рождения, всех будем рады видеть у себя в центре Олимпийского резерва «Виктория». Фехтование – то самое занятие, с помощью которого можно почувствовать себя настоящим рыцарем. Именно поэтому локация вызвала большой интерес среди детей. Кроме того, каждый мог выбрать себе что-то по душе. Кто-то играл в шахматы, а кто-то – стрельбу. Другие ребята заинтересовались творчеством. Право выбора предоставлялось каждому ребенку. Мне понравился сегодняшний день, потому что тут очень много разных локаций, много разных видов спорта, которые могут кому-нибудь понравиться. И приходите сюда и смотрите, выбирайте себе спорт. Мне понравилось больше всего здесь то, что можно выбрать разные секции, которые тебе на вкус и которые тебе больше понравятся. И здесь люди могут приходить с родителями и записываться. Мне очень понравилось это мероприятие, потому что тут есть лученики. А я из лука мечтала пострелять всю свою жизнь. Каждый руководитель учебного заведения, а также школы Олимпийского резерва хочет привлечь как можно больше учеников, потому что считает свое направление очень интересным и нужным. Мы представляем греблю академическую и греблю на Байдарке и Каное. Достаточно много подходит и ребят с родителями, проявляют люди активное участие в этой акции. И я надеюсь, что на наш вид спорта придет достаточно ребят, девчонок и мальчишек и будут заниматься. С 9 лет можно приходить к нам. Мы всех ждем, мы всегда рады обращаться в учебно-спортивный отдел. Мы всегда порекомендуем на какую греблю, определим тренера, поэтому мы всегда рады всех видеть на нашем гребном канале. У нас детская юношеская спортивная школа Олимпийского резерва, в которой культивируются 5 видов спорта. Это художественная гимнастика с 5 лет девочки, карате и тэквондо с 7 лет девочки и мальчики, дзюдо с 9 лет девочки и мальчики, и пулевая стрельба с 11 лет, пистолет и винтовка. Изюминкой мероприятия стал концерт, организованный специально для создания праздничной атмосферы. Все участники остались довольны праздником и получили массу эмоций и впечатлений. Наталья Хомич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бухтова.